Снег, ледяной дождь и ураганный ветер. На Алтае объявлено штормовое предупреждение. Пик непогоды в ближайшие два дня. Придется раскошелиться, насколько вырастет стоимость воды и водоотведения в Барнауле в 2024 году. Результат чуть больше одной минуты. Барнаульский бегун установил рекорд России и Европы. В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. В ближайшие двое суток, 10 и 11 января, порывы ветра могут достигать 33 метров в секунду. При этом перепады температур составят от минус 22 до ноля. Семь территорий уже функционируют в режиме ЧАЭС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, Заринск, Новоалтайск и Рубцовск. К этому привела совокупность факторов – метели, снегопады, гололед и ветер. О ведении особых режимов в регионе сегодня доложили на оперативном совещании в правительстве края. Аварийные бригады приведены в усиленный режим работы, чтобы при необходимости оперативно помогать жителям. Впрочем, дежурство велось и в праздники. Так, с начала года ликвидировали 77 пожаров и устраняли коммунальные проблемы. Так, в Новоалтайске прочищали канализационный коллектор, а в Волчихе устраняли аварию на водопроводе. Сильный шторм бушует в крае уже второй день подряд. В отдельных районах порывы ветра достигали 30 метров в секунду. На дорогах образовалась сильная гололедица. Из-за непогоды накануне даже перекрывали несколько трасс в регионе. А в принципе, в длинные выходные не обошлось без серьезных ДТП. Одно из самых массовых с участием трех автомобилей случилось в Рождество в Зональном районе. Два человека погибли. В Зональном районе в Рождество столкнулись три автомобиля. Предварительно установлено, что 32-летняя женщина, водитель микроавтобуса, выехала на встречную полосу для обгона и допустила столкновение. В результате удара водители пассажира микроавтобуса 55-летняя женщина скончались на месте. В Ибийскую больницу доставили шестерых пассажиров микроавтобуса для оказания медицинской помощи. Пятеро из них – дети. И двух человек из другого автомобиля. Позже число пострадавших выросло до 10 человек. В тот же день, 7 января, произошла еще одна авария. На трассе Барнаул-Рубцовск в районе Алейска столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших не сообщается. А накануне сошел с трассы рейсовый автобус, следовавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Это случилось на границе Топчихинского и Алейского районов. Автобус накренился, но не перевернулся. Обошлось без пострадавших. Пассажиров в нем не было. Повышенный трафик и сложные погодные условия увеличивали риск ДТП. Такие кадры засняли 3 января на трассе Бийск-Белокуриха. Вообще массово. Для них сколько. Судя по видео, участниками аварии стали 7 автомобилей. За первые 8 дней года погода успела несколько раз уйти из минусов. Плюс все сопровождалось сильными метелями. Накануне ограничивали движение для всех видов транспорта на участке дороги Рубцовск-Михайловская и Барнаул-Рубцовск-Граница с Казахстаном. Сегодня все трассы были открыты. Анастасия Драган, День с толком. Автомобильную дорогу в Рубцовске, которая является транзитной для большегрузов, должны отремонтировать в ближайшие два года. Работы планируют начать в 2024. Ремонт проведут на нескольких отрезках трассы федерального значения А-322. Точнее, от Угловского тракта до Железнодорожного переезда и часть Веселоярского тракта. Всего 5 километров и 200 метров дороги, которая проходит от западной до южной границы Рубцовска, то есть внутри города. Затраты могут составить до 500 миллионов рублей. Это больше половины средств, выделенных на ремонт дорожной сети в Рубцовске за последние пять лет. Сразу несколько чрезвычайных происшествий с детьми произошло в праздничные выходные. О самых резонансных из них в сюжете Валентины Аскеровой. 21-летняя жительница села Подгорное Майминского района Республики Алтай в канун Нового года оставила своих детей в доме без отопления и уехала в соседний поселок Алтайского края Усть-Ишу. Спустя три дня младенца без признаков жизни обнаружил близкий родственник. Правоохранители предполагают, что четырехмесячный малыш мог скончаться от переохлаждения. Но не исключают и другие причины. В доме без отопления также находился еще один сын женщины – замерзающий двухлетний малыш. Он выжил, его доставили в больницу и оказали помощь. Следователи возбудили уголовное дело. Женщине предъявили обвинение. Она находится под подпиской о невыезде. В Бийске в начале новогодних каникул двое подростков 10 и 15 лет получили травмы, скатившись на тюбинках со снежного склона. На этом же склоне в конце прошлого года еще один школьник получил тяжелые травмы. Идет проверка по статье «Халатность». Следователи в очередной раз напоминают, что родители должны следить за времяпрепровождением своих детей. А во избежание несчастных случаев кататься нужно только в установленных для этого местах. В новогодние праздники в Алтайском крае участились случаи ожогов у детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения края. Правда, пока ведомство конкретных цифр не называет. В пресс-службе пояснили, что сейчас подсчитывают количество пострадавших. И точные цифры специалисты озвучат на пресс-конференции завтра. Между тем, медики назвали главную причину ожогов – недостаточный присмотр со стороны родителей. Все случаи произошли дома, в бытовых условиях. Валентина Аскерова. День с толком. В России проиндексировали минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 19242 рубля, что почти на 3000 рублей больше. Увеличение этого показателя отразится на размерах пособий по безработице, беременности, больничным и другим обязательным выплатам соцстрахования. Что еще изменилось в нашей жизни с нового года, расскажем далее. Верхнюю планку призывного возраста в стране подняли с 27 до 30 лет. Новые правила коснутся тех молодых людей, кому 27 только должно исполниться в этом году. Нижнюю планку призыва поднимать не стали, она осталась на уровне 18 лет. В Госдуме объяснили это тем, что большое количество парней хотят служить именно совершеннолетия. Еще одно повышение – первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой теперь составляет не 20, а 30%. Кроме того, жителям ограничат количество кредитов по льготной ипотеке для покупки первичного жилья до одного. Такими мерами государство намерено охладить рынок жилья. Сейчас оно обеспокоено количеством слишком закредитованных ипотечных заемщиков. Материнский капитал теперь получают лишь те родители, которые к моменту рождения ребенка уже являлись российскими гражданами. А родители детей-инвалидов смогут рассчитывать на выплату по уходу за ребенком даже при официальном трудоустройстве. Новая норма коснется тех, кто работает неполный день, дистанционно, на дому, по договорам самозанятых и предпринимателей. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей. С 1 января вырос предельный размер социального налогового вычета. Если речь идет о лечении, покупке лекарств и собственном обучении, лимит вырос со 120 до 150 тысяч рублей. Если об образовании ребенка – с 50 до 110 тысяч, более чем в два раза. Это значит, что максимальный размер суммы, которую жители могут вернуть за год, составит 19,5 тысяч рублей на лечение и свое образование и больше 14 тысяч рублей на обучение ребенка. На 12% вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей. Это самая массовая категория транспортных средств. Известно, что дороже всего техосмотр обойдется для жителей Чукотки. Меньше всего изменения затронут жители Волгоградской и Кемеровской областей. Тариф на холодную воду для барнаульцев в этом году повысится на 18,5%, на водоотведение – на 20%. Напомним, с июля этого года вырастут тарифы на услуги ЖКХ, в том числе и на воду. В Барнауле величина платы на одного человека увеличится на 53,5 рубля. Или, например, для семьи из трех человек разница составит 160 рублей. В водоканале пояснили, что система водоснабжения и водоотведения краевой столицы и пригорода нуждается в постоянном обслуживании и модернизации. Компания запланировала масштабные работы, которые должны существенно улучшить коммунальную инфраструктуру. В 2024 году барнаульцы смогут летать по дешевым билетам лишь в два города – Екатеринбург и Сургут. Только по этим направлениям сохранились субсидии на авиарейсы из Алтайского края. Такую информацию предоставил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин. Для сравнения, в 2023 году в Барнаульском аэропорту было втрое больше субсидированных рейсов. На льготных условиях можно было улететь в Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Омск, Красноярск, Челябинск. Как пояснили в региональном министерстве транспорта, приоритет для предоставления субсидированных рейсов был отдан отдаленным северным городам. Однако уже озвученные направления останутся в расписании Барнаульского аэропорта. Но билеты на них, скорее всего, будут продавать уже по другой, более высокой цене. Напомним, часть стоимости субсидированных рейсов покрывает государство. К примеру, для авиасообщения «Барнаул-Екатеринбург» 30% расходов возьмут на себя Алтайский край и Свердловская область. Полеты в Екатеринбург будут совершать 4 раза в неделю, а в Сургут – дважды в неделю с перерывом с апреля по сентябрь. Ханты-Мансийский автономный округ возьмет на себя 50% софинансирование. Сегодня первый рабочий день после самых длинных выходных в году. По мнению психологов, после затяжных праздников многие начинают испытывать апатию и уныние. Но есть и такие, кто ждет выхода на работу, считая, что новогодние каникулы расхолаживают. Как к выходу на работу отнеслись барнаульцы? Хотели бы они продлить выходные? Наша съемочная группа узнала у горожан. Еще неделечку бы. Все хорошо было бы тогда. Ну вот зря говорят, что нужно сокращать выходные. Нет, нет. Я не за это. Я наоборот. Увеличить. Мне хватило с избытком. Я считаю, это многовато. Есть ощущение, что отдохнули и готовы работать? Да. А я так считаю, что многовато. Даже муж устал говорить. Ну, на работу надо пора. Надо и заскучали. Более чем. Даже по работе заскучали. Ну, смотря то, как запланируешь. Что-то не успели, что-то успели. Увеличивать точно не надо. Я думаю, кому надо, все хватает. Хватило выходных? Конечно. Конечно, хватило. Не думаете, что как-то было? Много слишком лишних дней пустых? Нет, нет. Замечательно. Погода замечательная. Люди у нас замечательные. Праздники замечательные. Хорошо отдохнули. Не хотелось бы, чтобы выходных было больше? Конечно, хотелось бы. Но всего в меру, наверное, чтобы не расслабляться. Да нет, уже как бы надо немножко войти в рабочее русло. Потом опять, чтобы захотелось отдохнуть. Высыпаться. Самое главное, высыпаться нужно. Восемь алтайских фехтовальщиков в феврале отправятся в город Орел покорять всероссийский пьедестал. Сборная спортсменов сформировалась буквально сегодня, во время краевого чемпионата, который прошел в Барнауле. Благодаря чему алтайские саблисты стали все чаще занимать верхние строчки рейтинговой таблицы и успешно показывать себя на арене, знает Юлия Щепина. Сражение между лучшими саблистами края в спорткомплексе училища Олимпийского резерва. Региональный чемпионат по фехтованию на саблях среди юношей и девушек в возрасте до 21 года выявляет сильнейших. Себя хорошо оцениваю. Соперников тоже, в принципе, неплохо оцениваю. Можно пофехтовать, есть конкуренция. Самое главное – это терпение маленькое. Терпение, ну и координация очень важна на самом деле, то есть скорость принятия решения. Кирилл Шаповалов в свои 18 лет уверенно владеет саблей. Фехтованием он занимается седьмой год и уже третий год подряд входит в состав сборной края. В планах получить высшее тренерское образование, ведь технику и выдержку спортсменов формирует прежде всего грамотная работа тренерского состава. Конечно, очень сложно готовить. Фехтование – это олимпийский вид спорта, это непростой, очень сложный. С одной стороны, вроде что такого взял, он саблю и пошел махать направо-налево. Но это может только показаться на первый взгляд. На самом деле, естественно, фехтование – это очень сложный координационный вид спорта. Здесь должна быть координация, скорость, мышление, скорость мышления. И это все в совокупности должен обладать во всем целом, должен быть фехтовальщик. В этом году участие в турнире приняли около 40 юношей и девушек, чей спортивный разряд не ниже первого юношеского. Участники из Рубцовска приехать не смогли, поэтому сборная региона для поездки на чемпионат России сформировалась из восьми сильнейших барнаульских спортсменов. Отбор туда идет уже в течение всего сезона. Это как бы апогея нашего старта. Ну, возможно, нас выпустят и поедем на чемпионат мира. Ну, если нет, значит, на этом и закончим сезон. Мы сейчас достаточно, если говорить, за последние 5-10 лет, у нас достаточно высокий уровень, мы достаточно конкурентоспособны. И Алтайский регион сейчас у нас практически на всех всероссийских соревнованиях, всех возрастных группах всегда звучит. Уже в феврале лучшие саблисты края отправятся в город Орел на соревнования по первенству России. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский бегун установил рекорд России и Европы. На соревнованиях в Екатеринбурге барнаулиц Авелий Савлуков установил рекорд в беге на 600 метров. Его результат чуть больше одной минуты. До этого лучшее европейское достижение с февраля 1999 года принадлежало спортсмену из Германии. Успешным был старт и для других спортсменов из Барнаула. Полина Ткалич в прошлом Миллер стала победительницей в беге на 300 метров. А Виктория Погребняк финишировала второй в беге на 60 метров с барьерами. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях. И на YouTube для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Продолжение следует...